Мы находимся сейчас на одном из шлюзов Ивановского канала. Я думаю, подавляющее большинство зрителей никогда о таком канале не слышали. Однако такой был. Его строительство начиналось при Петре Первом и продолжалось почти четверть века. Канал не достроили. До сих пор точно не установлено, была ли проводка судов через него или нет, но силы, средства в него были вложены огромные. Построили, среди прочего, 33 шлюза. Потом эти шлюзы стояли, стояли, их все намеревались достроить, но при Николае Первом проект окончательно закрыли. Тем не менее, это ценнейший памятник истории техники Петровской эпохи. Проходит трасса этого канала в Тульской губернии, нынешней Тульской области. Значительная его часть находится в границах Большого Куликово поля, где мы сейчас с вами и находимся. Песочек. Это с восемнадцатого века сохранил. Да, не глянется. Давай, тяни. Надо сказать, что действительно у нас в этом году такое маленькое торжество, поскольку после десяти лет наших достаточно интенсивных пеших маршрутов, походов, осмотров местности, попыток разгадать тайны Ивановского канала, мы в этом году приступили непосредственно к прямому изучению остатков сооружений Ивановского канала, и вот нам улыбнулась удача, поскольку действительно нам удалось в разведочном шурфе, заложенном по результатам электромагнитной разведки, по результатам бурения, найти действительно те подлинные артефакты, которые связаны со шлюзовой системой Ивановского канала. И это находки, не сомневаюсь, что займут достойное место в будущей экспозиции, посвященной этому гидротехническому сооружению, задуманному и осуществлявшему под руководством нашего преобразователя России Петра Великого.